Места продажи алкоголя на разлив, в народе именуемые наливайками, пользовались спросом всегда, по большей части из-за дешёвой водки и закуски. Но люди говорят, что проходить мимо таких мест, особенно вечером, просто страшно. Неадекватные посетители часто дерутся и под их нетрезвую руку вполне могут попасться случайные прохожие. Кроме того, многим любителям горячительного становится плохо и люди винят во всём алкоголь. Люди травятся, рыгают, что такое не творится. Просто надо что-то делать с этим, решать. Что, посмотришь, там пять, там пять. Что это за водка, как я говорила, 100 грамм. Это же вообще капец. Ну, вообще я против алкоголя, вот так вот я скажу. Ага. То есть и... Тем более вот таких уличных наливаяк. По словам представителя Схидной Варты, заведения, в которых продают алкоголь без лицензии и акцизов, были всегда. И активисты прекрасно понимали, что рано или поздно будут случаи массовых отравлений. До последней недели активисты закрыли семь точек, нелегально торгующих алкоголем. Но говорят, что они открываются уже на следующий день, ведь правоохранители никак не реагируют на заявления. На последней, например, такой точке, которая находится вообще в 50 метрах от четырёх школ, кадаиновая аптека, завалена эта точка блистерами, тут же наркотики, алкоголь. Следственная группа вообще покинула, она буквально час отработала, сказала, поедет за постановлением суда и исчезла. Он добавляет, что сейчас в Харькове работает как минимум 500 наливаек, а их месячный доход по самым скромным подсчётам равен 22 миллионам гривен, из которых не платятся ни копейки налогов. Кроме того, точки продажи алкоголя можно найти по всему городу, а приобрести в них выпивку может любой, даже несовершеннолетний. Продавцы же говорят, документы на алкоголь есть, как и лицензия на продажу. У нас есть все сертификаты, документы, у нас всё есть. Если потребитель потребует, мы ему, конечно, предоставляем. Но у нас здесь на Гагарина нет наливания ни единого случая, чтобы человек отравился, или даже, как говорится, если ему желудком плохо, у нас такого нет. Более того, по мнению Натальи, торговлю в таких наливайках вообще ограничивать нельзя. Она считает, что это приведёт к ещё большему количеству отравлений, а полиция просто должна следить за тем, чтобы подобные заведения имели необходимые разрешительные документы. Но с мнением женщины вряд ли согласятся люди, живущие рядом с такими заведениями или постоянно проходящие мимо. Артур Рязанов, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.